Добрый день, дорогие друзья, гости. Сейчас я вам расскажу именно о технологии компании IPL GO. Здесь на картинке вы видите завод, где как раз производятся наши конфетки и используют технологии для их производства. Он находится в Молдавии, город Кишинев. Его площадь довольно-таки большая, 4,5 тысячи квадратных метров. И производительность тоже немаленькая. За две смены изготавливается 500 тысяч упаковок. Компания единолично владеет этой технологией. Технология называется Accumulate Safe. В переводе означает аккумуляция силы. Ее разработали итальянские ученые. На дне они работали более 20 лет. И целью было разработать такую технологию, которая создаст продукты больше для восстановления спортсменов после их изнурительных тренировок и чемпионатов. И для этой целью использовали растительные ингредиенты, то есть растения. Не секрет, что растения имеют более короткий жизненный цикл. И они получаются намного быстрее приспосабливаются к окружающей среде. У них вырабатывается больше веществ, которые необходимы для того, чтобы выжить сейчас в той среде, в которой живем мы. Мы живем намного дольше, поэтому изменения в нашем организме происходят намного медленнее, чем в растениях. И нам как раз то, что содержит растения, очень подходит, потому что они содержат те микро-макроэлементы, которые необходимы для нашей жизнедеятельности. Ну и вот перед нами клетка растений. И как мы видим, вот здесь ее оболочка, она довольно толстенькая. И именно из-за этой оболочки растение никогда не отдавало все полезные свои вещества для того, чтобы наш организм мог этим воспользоваться. И ученые работали над тем, как стончить эту оболочку, при этом не повредив внутренности содержимое клетки. То, что нам очень необходимо. И вот сейчас представим, вот это у нас растительная клетка, а здесь у нас внутри микро-макроэлементы, то, ради чего мы используем растения. И первый способ, который есть у нас заложен из природы, это наш желудочно-кишечный тракт. Мы кушаем для того, чтобы наш организм при помощи желудочно-кишечного тракта переработал ту пищу и достал оттуда микро-макроэлементы. Наши клетки не едят ни капуст, ни оливки, ни перчик, ничего такого. Это все клетчатка в большей степени необходима для нашего кишечника, чтобы он нормально функционировал. А вот все клеточки, все органы питаются микро-макроэлементами. И вот этот способ, который у нас заложен от природы, это наша биофабрика, как говорится, которая должна работать и функционировать. Через нее организм на данном этапе, на данное время может получить только 5-30% полезных веществ. Это зависит от того, насколько здоров сам организм или сам кишечник. Многие слышали о том, что болезни начинают развиваться из-за того, что плохой и больной кишечник. И именно почему так? Потому что организм не способен, желудок, кишечник не способны выполнить полностью свою функцию, чтобы обеспечить наш организм питательными веществами. Вот и здесь получается, что как раз из-за тех болезней, которые организм перенес, плюс антибиотики, лекарства, которые человек использует в свою жизнь, плюс вирусы, бактерии, паразиты, грибки, все это тоже ухудшает работу желудочного кишечного тракта. Помимо этого, к сожалению, и растения сейчас не настолько качественные, как были много лет назад. Если мы вспомним взять яблоко, и мы кушали яблоко, и если там отгрызли, оставили кусочек или качан, мы видим, что буквально 5-10 минут, и он становился коричневым. То есть это говорило о том, что яблоко очень насыщено железом. Сейчас же, если яблоко мы покупаем, то, откусив его, оно может неделю-две лежать, может быть сгнить, может быть высохнуть, но оно так не почернеет, как было раньше. То есть количество железа в нем оставляет желать лучшего. Те салаты, которые покупаем мы сейчас в супермаркетах или на рынках, они тоже в большинстве случаев выращиваются в теплицах и даже не в земле, а в специальных растворах, которые просто дают активный рост и цвет, то есть товарный вид. На самом деле они ничего, кроме зелени и клетчатки, больше ничего не содержат. В худшем случае даже могут быть еще и вредить, потому что опять-таки химии подливают их. Поэтому этот способ на данный момент, к сожалению, не очень хорошо работает. Следующий способ, чтобы достать питательные вещества, это заваривание или кипячение. Но мы все знаем, что при высоких температурах микро-макроэлементы, витамины просто-напросто разрушаются. И в этом случае от клетки растения мы можем получить только 30-40%. Еще есть способ это заливать алкоголем, делать такие настойки. В этом случае процент повышается, 50-60% растения отдает нам полезных веществ. Но из-за того, что это алкоголь, не всем можно его использовать. Детям нельзя, пожилым людям нельзя, спальным кишечникам тоже нельзя. Даже если сейчас у человека острый период, фаза заболевания повысит дозировку, в этом случае тоже не очень будет хорошо, потому что организм будет бороться не с вирусом, а с введением алкоголя из крови. То есть нам способ этот не всегда подходит. Вот именно об этом знают многие ученые и знали эти итальянские ученые, которые искали технологию. И их технология заключается в том, что берется экстракт растений, погружается в специальный агрегат, через который пропускается высокочастотный ток турболентного такого завихрения. Эти частички трутся между собой, клетки растений, экстракты эти. И истончается оболочка. И вот подобно, это как удар молнии происходит. И клетка открывается, в этом случае истончается оболочка, и клетка открывается, отдавая все полезные вещества, которые у нее есть внутри, неповрежденные. При этом, потому что там нет высокой температуры. И кроме этого, клетки растений еще разбиваются на такие наночастички и получают отрицательный заряд. Дальше об этом больше. Нормально в этом случае клетка отдает 95% полезного вещества, которое у нее есть внутри. Здоровая клетка человека или будь кого содержит плюс и минус. Если бы не было и плюса, и минуса, наши бы клетки просто не могли держаться вместе. Мы как бы разлетались, как в космосе. Расходились как бы. Поэтому, когда есть здоровая клетка, есть плюс и минус, наш организм нормально может функционировать и существовать. К сожалению, на наши организмы воздействуют еще другие на данный момент вещества, вернее не вещества, а вредные воздействия на наш организм оказывают. Это еще и ультрафиолетовое излучение, это загрязнение атмосферы, грязный воздух, радиация, курение. Даже если мы сами не курим, полно вокруг курячих, и мы являемся невольными, пассивными, так сказать, курильщики. Плохие метаболизмы, которые в организме происходят. И очень многие заболевания приводят к тому, что подтверждается ДНК. К сожалению, сейчас участились даже дети, когда рождаются с болезнями уже на уровне ДНК. Теперь вернемся снова к нашим клеткам, к нашей Земле. Наша Земля, на которой мы живем, имеет свое магнитное поле. Сверху есть у нас солнышко, есть у нас вселенная, с которой тоже и от солнышка, и от вселенной. Вселенной идут свои излучения. И было бы все хорошо, все нормально проходит, и мы живем между небом и Землей, как говорится. И наше тело является отличным проводником. Фактически мы на 70-80% состоим из воды. Поэтому наше тело способно проводить вот эти все излучения, отдавая в землю. Но мы родились голые боссами. Но сейчас мы фактически полностью себя изолировали. Мы ходим практически круглый год в обуви. Тем самым мы не даем проходить излишку этих излучений. Там есть и хорошие излучения, и плохие. И вот как раз эти излучения очень нам вредят. Потому что мы не отдаем его вовнутрь, мы не отдаем их в землю, а накапливаем в своем организме. Многие из нас любят ходить по земле босиком, но это происходит гораздо очень редко. В этом случае как раз мы отдаем те излишки, которые у нас накапливаются в организме. Мы не купаемся в открытых водоемах. В этом случае вода полностью обволакивает наше тело. И тем самым тоже забирает излишки ненужной нам энергии, которую мы получили с космоса. Мы не живем возле водопада. В этом случае вода, ударяясь с высоты камня, там тоже разбивается. И образуются такие отрицательные иончики, которым вдыхая, нам тоже становится легче. Как бы они, эти отрицательные иончики, тоже нейтрализуют некоторые те накопленные у нас энергии, которые мы не отдали в землю. Очень классно еще тоже, когда происходит гроза. Все, наверное, ощущали, как после грозы легко и приятно дышать. Но такие природные явления не проходят часто. И, к сожалению, эти иончики, которые образуются во время грозы, мы не можем законсервировать, потому что они быстро окисляются или разлетаются. И таким способом это очень редкое явление, когда мы можем подышать природным озоном, отрицательными ионами. Но компания PLGO как раз создала наши конфетки, которые являются как раз тем, как консервируют отрицательные иончики из этой установки, которая происходит. Благодаря технологии Камулит Эсей консервируют в кристаллической решетке сахара. Дело в том, что сахар единственный природный консервант, который имеет твердую кристаллическую решетку. И как раз помещая вот эти отрицательные иончики между кристаллами сахара, происходит консервация и не происходит окисление с воздухом. И когда мы кладем конфетку в рот, а именно под язык, и рекомендуем именно, рекомендация компании, именно класть под язык, прием так называемый срубинвальный, там у нас под языком очень много кровеносных сосудов. Соответственно, рассасывая сахар, вернее конфетку, ну это сахарно-кристаллическая решетка, да, рассасывая, освобождаются эти отрицательные иончики и всасываются непосредственно в кровь. Буквально через 17 секунд, когда мы положили в рот, это отрицательные иончики начинают прекрасно работать у нас уже в крови. Они поступают в кровь и через 17 секунд работают нашими клетками. Теперь хочу вам показать с курса школьного еще, как бы, да, физики, химии, биологии, о том, что любая клетка имеет ядро и имеет такие электрончики, да. И, к сожалению, наш организм ежедневно, ежеминутно происходит бомбардирование нашего организма свободными радикалами. Даже у нас в квартирах, на кухнях, да, всякие эти гаджеты, которые тоже влияют на наш организм не самым лучшим образом. Разные излучения, облучения, волны, радиоволны, магнитные волны и так далее, да. Это все вот свободные радикалы, которые бомбардируют наш организм, наши клетки ежемесячно, ежесекундно. И свободный радикал, он что делает? Он выбивает один электрончик из клетки, и эта клетка превращается также в свободного радикала. Происходит цепная реакция. Для примера, опять-таки, вот хочу привести, когда была авария на Чернобыльской атомной станции, да, многие люди получили очень сильное облучение и в скором времени умерли. Почему? Потому что через их тело одномоментно, ну или как бы не одномоментно, в течение нескольких дней, как бы проходил большой поток этих свободных радикалов, которые вот именно начинали разрушать клетки организма, разрушив одну, вторую, десяток, двадцать, пятьдесят, сколько их там. Они, эти клетки становились тоже свободными радикалами, и прошел, пошел такой цепная реакция, пошло разрушаться, организм сам начал себя разрушать. Вот, и вот опять-таки посмотрим, что происходит. Вот нормальная здоровая клетка имеет плюс и минус. И когда у нее выбивается минус, клетка становится больной, она ущербная, у нее нет минуса. И когда в организм, в кровь попадают вот такие отрицательно заряженные иончики, по закону физики они не полетят к здоровой клетке, они полетят к больной клетке, потому что плюс на минус работает закон притяжения, магниты притягиваются. Вот, и это происходит очень быстро. После того, как клетка получила минус, восстановилась, она стала здоровой, и она стала нормально функционировать. К примеру, когда организм болен, и если перед нами поставить самую вкусную еду, самое то, что мы любим, мы навряд ли будем кушать, потому что у нас нет желания кушать, потому что организм так устроен, что он должен бороться с вирусом, а не тратить силы на переваривание того, что мы скушаем. А вот когда мы выздоравливаем, мы начинаем кушать. И в этом плане тоже работает наша технология, потому что это не только отрицательный заряд, но этот отрицательный заряд посажен на клетках растений, на микро-макроэлементах. По сути дела, эта технология сделала работу за наш кишечник. Она дает нашим клеткам микро-макроэлементы, и именно тем клеткам, которые уже больные, которым сначала дали отрицательный заряд, а потом дали питание. Все мы знаем, слышали о том, что сейчас видели в магазинах или в интернете, там можно купить ионизаторы воздуха. Но ионизатор воздуха – это только отрицательный заряд, но нет питания. И, к примеру, к аналогии хочу вам показать вот такое. Допустим, у нас есть квартира, хозяин, вот вы купили квартиру, вы хозяин квартиры, вы просмотрели, что там нужно сделать, какой ремонт, вы знаете, что распланировали, чего нужно сделать, нанимаете работников, но не покупаете строительный материал. Не покупаете. В этом случае, ну и работники фактически, можно сказать, бесполезны. Они мало что будут делать, что сделаешь, если нет материала. Если же у вас вы покупаете строиматериал, то строители начинают активно работать, и в итоге вы получаете вот такую красивую квартиру. Теперь, по сравнению, наш мозг – это хозяин квартиры. Мозг знает, какие проблемы есть в организме, так же, как и хозяин квартиры. Отрицательные ионы – это работники, которые будут доставлять, ремонтировать, менять, строить, заменять. Как бы они знают и выполняют по указке хозяина, то есть мозга. А вот растения, клетки растений, на основе которых именно и были сделаны, эти отрицательные ионы – это строительный материал. Соответственно, когда у нас есть и строительный материал, то организм может сам себя восстановить. Дело в том, что наши конфетки – это не лекарство, это не БАДы. Это строительный материал для того, чтобы организм сам себя мог восстановить. Мозг прекрасно знает, какие проблемы у организма и в какую даже очередь нужно что-либо восстанавливать. Очень часто люди берут эти конфетки с одной целью, но вначале ощущают, что у них там что-то другое улучшилось. То есть организм видит последовательно, с чего начать и чем продолжить. Очень часто люди получают тот результат, ради которого они начали использовать эти дрожитки, не в первую очередь, а в вторую, в третью только видят результат, потому что, опять-таки, мы не знаем, что спровоцировало появление этого конкретного, конкретной проблемы, которая нам как бы мешает. Вот. И вот проводили исследование капли крови на темнопольном микроскопе. Такой эксперимент делали девушки-добровольцы. Темнопольный микроскоп – это микроскоп, который увеличивает в десятки раз. И вот у этой девушки, там около 30 лет, кажется, ей взяли каплю крови, три капли крови для правдивого результата. Да, фактически они одни и те же. Вот мы видим здесь капли крови – это эритроциты. И мы видим, что они здесь между собой склеились. В медицине это еще называются монетные столбики. Почему они… И в то же время это тромбы. Почему они образовываются в организме? Как раз именно потому, что в организме очень много клеток, которые больные, которые не имеют минуса. Но по закону физики они все равно будут притягиваться к нормальной клетке, потому что там есть у нее минус. И вот они так склеиваются. Получается, что в этих монетных столбиках как раз больная клетка – здоровая клетка. Больная клетка – здоровая клетка. Таким образом вот у нас происходит загущение крови. Эти клетки нормально не функционируют, потому что они склеены. Они не несут нормально кислород клеткам. А больные клетки еще и фактически вообще не выполняют свои функции. Половина клеток, которые больные и не выполняют свои функции, они не доносят клеткам кислород и еще мешают другим здоровым клеткам. Вот. Этой девушке дали наши дрожжи две штучки. Один гром для иммунитета. Очень классный продукт. Вы о нем тоже можете потом дальше услышать. Не буду останавливаться. И одну конфетку продукта ХЕПЕР, ХАРТ, извиняюсь, это для сердечно-сосудистой системы. И через 7-10 минут взяли повторную кровь на исследование. При этом эти конфетки еще остались у нее во рту. Она полностью их не рассосала. И как мы видим, здесь уже нет ни одного монетного столбика склеенных клеток. Клетки начали, разошлись. И нету этих тромбов. Кровь стала намного текучей, невязкой. Кстати, вот этот вариант очень вязкая кровь. Она плохо движется по сосудам. Но и плюс еще и может произойти тромбообразование в сосудах. Тромб где-нибудь застрять. И, соответственно, вызвать микромакроинсульт. Или инфаркт. В зависимости от того, где. И вот здесь как раз мы видим, что даже клетки эти ярче стали. Они начали, ну как бы энергичные появились. Они начинают выполнять ту функцию, ради которой они существуют вообще-то в организме. Вот такой вот результат. В принципе, есть видео, можно найти. Я вам оставлю в комментариях ссылочку на видео. Можете посмотреть, будете на это исследование. Что еще хочу сказать. Фактически, когда человек рождается, у нас 70% клеток рождается. И только 30% умирает. Именно за счет этого превосходства организм растет и развивается. Когда человек достиг возраста уже, перестал расти. И до момента старения у каждого своя, как бы, от и до лет, как бы, у каждого свое включается. В этот период 50% клеток рождается и 50% умирает. Когда человек достиг возраста, когда начинает стареть, то здесь 30% рождается и 70% умирает. Именно из-за этого у нас наблюдается уже старение, клетки меньше рождаются. Соответственно, мы видим процессы, происходящие в нашем организме. Что же предлагает и что может компания Пиель со своими конфетками, со своей технологией Коммулит Эсэй? Выдача этой технологии наших конфеток удержать уровень, когда 50% клеток рождается, 50% умирает, как можно дольше период времени. И фактически, человек, конечно, не получит вечной жизни, но тем не менее, старость будет не в горести и в болезнях, а в радости и в здравии. Многие мечтают жить и не быть обузой для своих близких. К сожалению, сейчас такое время, что нашим детям или нашим близким, но у них для того, чтобы нормально жить, очень мало времени для того, чтобы уделять своим больным родителям. Поэтому никто не хочет быть обузой для своих близких. Их мечта как бы умереть в полном здравии и заснул и все, и не проснулся. И вот именно благодаря этим конфеткам у многих людей появился такой шанс убрать те заболевания, даже те, которые медицина фактически уже отказывается. Говорят, что вы будете с ними пожизненно. На этих конфетках действительно получаются очень большие чудеса. И вот один из продуктов, хотелось бы его тоже акцентировать на нем внимание, релакс, который убирает стресс. Все продукты обладают именно тем, что имеют отрицательный заряд. Но этот продукт очень важен сейчас, потому что мы сейчас настолько в стрессовом мире живем. Все люди в стрессе в том или ином. И этот продукт убирает стресс со всех органов и системы, тем самым помогая нам быстрее восстанавливаться. Очень классный продукт. Сейчас я вам покажу несколько картинок, результатов. Это в основном кожные заболевания. Но это единственный род таких заболеваний, которые можно задокументировать на фотографиях. Например, то, что там у человека нормализовалось давление или сахар. Но это нужно подавать документы, которые не всегда человек другой может там разобраться. А кожные заболевания довольно просто. Снял до, снял после и все прекрасно видно результат. Вот это Егрома на кисти. И женщине предлагали операцию в течение нескольких одного-двух месяцев. Чтобы Егрома начало уже рассасываться и отпала необходимость в операции. Следующий вот у девочки псориаз на голове, на коже головы. И тоже по истечении двух-трех месяцев кожа очистилась. И не осталось практически, мало заметно, тоже такие пятнышки, которые остались на коже. Ну, они со временем разойдутся, да. Это вот венозная экзема и на ноге тоже малоприятная. И человек мучился долго. И здесь видно, вот тоже периодически так было. Это через месяц-полтора, ну и через месяц-три вот уже вот такой результат у женщины. Очень, очень, даже очень. Вот так работают наши конфетки, вот так работают технологии. Именно благодаря этой технологии мы достигаем очень быстрых и очень эффективных результатов. Благодарю за внимание. Приглашаю вас пользоваться этой технологией, улучшить свое здоровье, поддерживать свое здоровье на том уровне, чтобы почувствовать себя молодым и здоровым как можно долгие года. Как можно дольше. Все, пока. Продолжение следует...